Краткую историю индийской махиндры мы рассказывали совсем недавно, но сейчас придется повторить. В 40-х годах компания наладила выпуск американских Уиллисов, потомков которых штамповали вплоть до недавнего времени. А теперь марка презентовала внедорожник Тар. Новый рамный вездеход оказался подозрительно похож на заокеанский Рэнглер. Что, впрочем, неудивительно, учитывая общего предка. Новоценники на махиндру и джип вышли совсем разными. Так новинку решили предлагать за 980 тысяч рупий, что равнозначно миллиону российских рублей. Увидев такие прайс-листы, местная публика мгновенно бросилась занимать очередь. За неполную неделю дилеры приняли больше 40 тысяч заказов. И это очень показательный пример. В виде запроса публики на недорогой рамный внедорожник, махиндра оперативно ответила на него. И была мгновенно вознаграждена потоком клиентов, 9 тысяч из которых даже оставили предоплату. Наш УАЗ, видимо, не готов работать по такой схеме. В Ульяновске давно готовят проект глубокой модернизации Патриота. Машина должна получить современную раму, независимые подвески, турбированные моторы и далее по списку. Сначала датой выхода русского Прада называли 20-й год, затем конец 21-го. Теперь, по информации от источников, проект вообще отложен до лучших времен. Так что современный отечественный внедорожник мы увидим не скоро. Еще один укол нашему автопрому. Махиндра интересуется не только традиционными автомобилями. Так, индийский автогигант решил сотрудничать со стартапом РИИ. Этот проект по созданию беспилотных платформ разных размеров и грузоподъемности. Общая идея разработчиков – разместить внутри колесной арки один узел, в котором объединены электрический двигатель, рулевой механизм, тормоза и подвеска. Все системы управляются по проводам, а на плоскую основу платформы можно водрузить любой кузов. Концепцию отличает фантастическая вариативность. Она позволяет создать любой формат транспорта – от развозной капсулы до огромного фургона. Разумеется, такие тележки могут перевозить не только грузы, но и пассажиров. Интересно, что партнерами стартапа являются весьма именитые компании, включая концерт Mitsubishi. Ну а Mahindra, несмотря на сотню похожих разработок, взялась спроектировать и выпустить сразу несколько коммерческих электрокаров для глобального рынка.